Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» в студии Ирины Чекунова. Представляю сегодняшнего собеседника. Итак, сегодня у меня в гостях Михаил Петрович Золин, председатель Тверского областного суда. Михаил Петрович, здравствуйте! Здравствуйте, Елена Владимировна! Благодарю, что вы при вашем жестком графике согласились прийти в нашу передачу. Спасибо большое, тем более вы впервые участвуете и в нашей программе, а уж в качестве председателя Тверского областного суда тем более. Но этот статус, он довольно-таки ответственен. Сколько судов сейчас, что называется, под крылом Тверского областного суда? Ну, в целом, по субъекту 25 судов у нас. Количество их меньше, если вы обратите внимание, чем районов, поскольку по законодательной инициативе как раз нашей, Верховного суда Российской Федерации, был принят закон, в соответствии с которым у нас образованы межрайонные суды. Которые объединяют несколько районов. Совершенно верно. Но в районах остались судебные присутствия. То есть доступ к правосудию этим нисколько не умолился. То есть здесь людям все равно удобно, да? Где жить, доехать до судебного присутствия? Да, да. В то же время, немножко в связи с этим удалось оптимизировать нагрузку, безусловно. То есть более равномерно ее распределить между коллегами. Вы в судебной системе, вот ваша биография в судебной системе, как вы пришли? Была ли это мечта жизни, что называется, я буду работать в суде? Или были какие-то другие жизненные ценности? Ирина Владимировна, ну, если говорить честно, в судебную систему, ну, наверное, говорить случайно попал сложно. Да, ты сюда случайно не попадаешь. Да, случайность, как говорится, не случайный. Ну, я сравнительно молодой судья, так скажем. Первый указ состоялся 7 апреля 2005 года. Я был назначен судью Ленинского района суда города Ставрополь, Ставропольского края, на трехлетний срок полномочия. Затем, через три года, был назначен судью этого же суда, уже без ограничения срока полномочий. Проработал в Ленинском районном суде города Ставрополь до 2010 года. В июне 2010 года, указом президента, я был назначен судьей Тверского областного суда. То есть с 10-го года вы на Тверской земле. И вот с 10-го года, да, я, я же вам говорю, сравнительно молодой судья с 5-го года. Ну, при общем стаже, даже страшно говорить, трудовом. А если чисто юридически брать стаж, то это к 30-ти годам он приближается. О, ну это солидно. Ну, суд, я говорю, пришел уже в суде, безусловно, в возрасте уже достаточно зрелым, так скажем, около 50 лет. Вот, поэтому и считаю, что очень многому, безусловно, еще можно и учиться, и учиться, и продолжать. Ну, наверное, как и в каждой профессии, да, это можно учиться не то, что до пенсии, а до конца своих дней, потому что это интересно. Вы чувствовали в себе наличие каких-то качеств, или почему суд, что вы справитесь? Потому что это же сложно, это крайне сложная работа. Безусловно, работа эта сложная, интересная, ответственная. А самое главное, что каждое судебное решение, независимо, наверное, от вида судопроизводства, будь это гражданский процесс, будь это уголовный процесс, ну, теперь отдельно у нас административный. И процесс по административным правонарушениям, безусловно, это штрихи чьей-то судьбы, человеческой судьбы. В той или иной мере, это решение какого-то спора, либо между гражданами, либо между государством и гражданином. То есть каждый раз, либо это определение меры ответственности, установление ответственности лица, которые, скажем так, не совсем корректно относятся к своим гражданским правовым и обязанностям. Каждый раз это, безусловно, пропускается через, наверное, через всю душу человеческую, через голову, через сердце. Поэтому, наверное, в этом профессии это определенная такая сложность существует, безусловно. Если бы, знаете, поражало, вот как, вот работа судьи для меня всегда была загадкой, потому что это же сколько томов, иной раз уголовное дело, до сотни томов доходит. Ведь это же нужно разобраться. И эта работа наверняка, а ведь это же не одно уголовное дело. И эта работа наверняка не позволяет, вот как называется, пришел в 9 на работу, включил свет, ушел в 6 с работы, выключил свет и забыл про то, что думаешь о своем и занимаешься своими житейскими делами. Это не позволяет. Ты думаешь об этом всегда наверняка, да? И ночами, и ночами не спится, и все, и вот с этими думами человек живет в этой профессии. Ну, сложно не согласиться с тем, что вы сказали, действительно. Если человек погружается в какое-то дело, это безусловно. Вольно или невольно, он в нем проживает какую-то часть жизни. Вот в вашей судьбе была служба в пограничных войсках, я знаю. Была ли какая-нибудь направляющая, какой-то вектор, который бы позволил вам вообще сейчас не находиться, что называется, в стенах суда, а идти другой дорогой? Ну, дорог у любого человека, наверное, много. И, честно говоря, если так чуть в эту сторону биографии пойти, я начал, в принципе, с рабочей профессии. Работал слесарем механо-сборочных работ. Оттуда призвался из города Буденовска, Ставропольского края, где родился вооруженные силы. Говорю не в советскую армию, потому что пограничные войска в структуру советской армии не входили. Ну, это были войска Комитета государственной безопасности. Ну, как сейчас пограничники, это ФСБ. ФСБ, да, совершенно верно. Безусловно, разные были направления и тогда уже, и предложения, и возможности. Ну, как-то сложилось так, что после учебы, после службы, простите, подал документы в педагогический институт. Закончил я факультет первого образования, преподаватель истории английского языка и общества ведения с красным дипломом тогда. Вот. Поработал в школе, потом на тот момент у нас, ну, вы понимаете, думаю, знаете об этом времени, партия призвала на работу партийные органы. Работал я отдел пропаганды агитации, горкома, затем заведующим отделом в райкоме партии. Все это в Ставрополе как-то жизнь связала. В отделе науки учебных заведений Ставропольского краевого комитета партии. Потом в советах. Период как раз попал на излете очень интересный, конечно, с точки зрения изменения общественной формации, скажем так. И параллельно закончил я уже, находясь в Московской государственной юридической академии, находясь на этой службе, скажем так, государственной. Это уже второе высшее образование. Да, ну и перед этим еще была третья социология. Ого, на боже, солидный. Преподаватель социально-политических дисциплин. Ну, а конкретно социология специализации. Вот. Поэтому вот можно судить, наверное, о вариациях жизненного пути. Да, 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 это могло очень много, очень большой разброс, где можно было себя реализовать. Да, ну и, собственно говоря, тогда вот именно получение знаний именно юридических, то есть что такое право? Это формализованные общественные отношения, которые обличены формализованно правовые нормы. А поскольку приходилось по роду деятельности, вот когда уже в отделе науки учебных заведений много работать с людьми, и, в общем-то, во многих конфликтах разбираться межчеловеческих, я просто почувствовал необходимость именно вот этих знаний. Честно говоря, как-то так непроизвольно, и закончил тогда Московское государственное юридическое академие, оно теперь имени Кутафина. Вот. И получил образование, уже, собственно, как раз ушел на юридическую работу. Работал юрисконсультом. Потом пригласили меня на работу в отделение Сбербанка. Ну, ничего себе у вас биография. Вот. Начал я там юрисконсульт, там 6-9 месяцев был в составе Временной администрации по управлению Республиканским банком Мариэл. Вот. А после этого, когда вернулся, предложили первым заместителем управляющего самым крупным отделением на тот момент Северо-Кавказского уже банка в Ставропольском крае. И внесли в это время изменения в закон о органах судейского сообщества в Российской Федерации, где ввели институт представителей общественности юридической. И вот там коллеги мои, ну, товарищи, можно сказать, синициативничали, предложили, ну, собственно, уговорили участвовать в составе квалификационной коллегии судей Ставропольского края в качестве представителей общественности. Вот. Ну, подал документы, Дума утвердила состав общественника. Вот я стал общественником. Вот с этого все и началось, да? Вот с этого все, собственно, и началось. До этого, я, честно скажу, ни сном, ни духом не думал, что... Вот какие повароты, да, такие крупные и интересные. Ну, и вот теперь тружусь. Теперь уже с 23 мая, благодаря, так скажем, всему, всем сложившимся обстоятельствам, состоялся указ, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, номер 300. Я назначен председателем Тверско-областного суда с должности заместителя председателя. А о делах каждодневных, о том, что впереди, мы поговорим сразу после небольшой рекламы, уважаемые друзья, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире, в студии Ирина Чекунова, а в гостях у меня Михаил Золин, председатель Тверского областного суда. Михаил Петрович, мы так долго ждали, в прошлом году еще, кажется, открытие нового Дворца правосудия. Говорили об этом, ждали, там считали дни, как же это будет здорово. Тверской областной суд переехал. Я, когда первый раз зашла, вот честно скажу, можно было заплутать. Столько много помещений, коридоров, куда, чего. У меня судебные приставы проводили и первый, и второй раз вот сюда, вот сюда. Вы теперь все ориентируетесь в этом помещении? Это же наш дом теперь. Да, это Дворец правосудия, да? Комфортно? Комфортно. Комфортно, хорошо? Да, самое главное, что, на мой взгляд, удалось нам многие вещи преодолеть с точки зрения комфорта и для посетителей суда, для сторон, для участников процесса. Вот, все-таки, смотрите, второй этаж зала судебных заседаний, семь. Третий этаж зала судебных заседаний, шесть получается. И четыре этажа, на четвертом этаже четыре зала судебных заседаний. Во-первых, возможность совершенно безболезненно и составу распределить. Единственная, конечно, проблема, которая осталась, но, к сожалению, из-за объема дел, и правильно зачастую высказывают граждане эту претензию, что бывает, приходится ждать, безусловно. Когда процесс по одному делу начался, безусловно, пока он не закончится, этот состав, другое дело, которое производство этого же состава, к сожалению, да, вот этот момент есть, но это нагрузки, простите. И, безусловно, каждый, который человек приходит, сторона по делу, он, безусловно, старается свою позицию довести. И там, где это возможно, помимо тех доказательств, хотя, если это апелляционное судопроизводство, здесь-то больше уже работа, как говорится, тех доказательств, которые в суд первой инстанции были представлены, которые теперь в апелляции ревизуются, так скажем, с учетом тех полномочий, которые представлены, ну, если гражданский процесс брать, 39-й главой Гражданского процессовального кодекса Российской Федерации. Вы сейчас, Тверской областной суд, уже не один, да, в этом здании? Не один. В судебный департамент. Управление судебного департамента к нам переехало, они у нас на четвертом этаже теперь с нами. Все умещаются. Все службы, да, все умещаемся. В общем-то, я думаю, тоже условия и для них получше стали, для наших товарищей. Вот у нас теперь получилось на четвертом этаже, это зона судебная, которая у нас, вот, зал судебных заседаний, соответственно, для посетителей, коридор и холл общий, куда можно, ну, поднимается, вот, по зоне общего доступа. И служебная зона с другой стороны, ну, по-моему, у нас были, вы видели, да? Да, 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 я пыталась разобраться. Я помню, много лет назад я в этом здании работала в качестве командира студенческих отрядов, был первый в области отряд продавцов. И тогда еще размещался универмаг Тверь, и поэтому я не могла себе представить, что в этом универмаге Тверь будет размещаться суд. Но, тем не менее, здорово получилось. Кстати, я знаю, что вы уделяете огромное внимание именно помещению, удобству посетителей, удобству работникам суда и в районах области. И открываются новые здания. Сюда вот у Домля, да, недавний пример? Так у Домля недавний пример. Они уже переехали, коллеги наши, уже осваиваются. А вот послезавтра с начальником управления судебного департамента, с председателем совета судей поедем на торжественное открытие. А, то есть работали, да, на торжественное открытие с перелезанием ленточки. Обжились, а теперь уже поедем и поздравим их уже в новом здании. А вообще много судов требуют обновления сейчас зданий? Ну, сказать, что много, если говорить о районах и межрайонах, ну, пожалуй, нет. Хотя, безусловно, это постоянное поддержание. Вот. Ну, если перечислять, вот из того, что, ну, больше тут можно назвать, конечно, на вскидку тот же Оржевский, тот же Московский. То, что сделано. Но, опять-таки, сейчас проблема у нас тогда с Заволгой, чтобы их вернуть в свой район. Большая проблема на территории Заволги. А, то есть, возможно, в то самое здание, где они размещались? Нет. Нет. Вот со зданием сейчас как раз прорабатывается вопрос, да. Но, в частности, один из вариантов этого, может быть, часть будет, это то, что у нас Горького 37, где был областной судебная коллегия по уголовным делам фактически там располагалась. Но им там тесно будет. То есть, там еще дополнительно вот надо изыскивать, смотреть. Ну, это интересно. Это мы будем следить, сообщать. Поэтому, да, вот Вышний Волочок, там бы тоже надо было бы смотреть. Тесновато суду. Ну, и так суды можно называть. Самая большая боль, конечно, с точки зрения материальной базы, это у нас, конечно, с мировой юстиции. Мировые суды, да? Да, здесь сложно. Ну, у нас вот в Твери, они пока в одном здании, да, находятся, на Вакжане, а все участки их там много, да? Да, 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 да. Но это тоже вот финансирование идет, что называется, из федерального бюджета, да, нет? Нет. В данном случае здесь материно-техническое обеспечение субъект. То есть, это наш Тверской регион? Так точно. Да, это сложно находить деньги, с учетом, что они нужны кругом? Конечно, тут проблем, конечно, много. Но, слава Богу, что все-таки, наверное, не по остаточному принципу. И все-таки вот идет работа с ними тоже. Михаил Петрович, ну вот вы все-таки, вот мы говорим о вашей профессии судьи, но здесь еще у вас, но с учетом вашего жизненного опыта, это еще и хозяйственник, да? Ну, в какой-то степени. Да, 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 это же за всем уследить. Огромное хозяйство, 25 судов Верхневожьи, тем более многое нуждается в капитальном ремонте от Иваново. Ну, 83 судебных участка мировых судей. Это тоже, и каждый, я говорю, тоже. Это хорошо, вот мы здесь в одном они месте. А если проехать по области, посмотреть, совершенно разные условия тоже. Ну, сейчас. Ну, задачи много, и планов много. Это, что называется, будем решать. Несколько слов о предстоящем событии, которое для всего судейского сообщества очень значимо, да? Это предстоящий декабрьский съезд с Владимиром. Десятый. Вот, расскажите несколько слов буквально, кто будет представлять наш Тверской регион, и что основные задачи, вопросы, которые будут обсуждать. Ну, в целом делегация, которая будет участвовать в работе 10-го Всероссийского съезда судей, будет представлять все отрасли правосудия, все уровни правосудия области. Это, начиная от представителей мировой юстиции, заканчивая районными судами, областными, то есть суды общей юрисдикции, и арбитражной, и военной суды. То есть, вот полностью компонента такая составляющая, скажем, будет. Соответственно, задача съезда, это прежде всего, наверное, анализ той работы, которая была проведена до этого по реформе судебной системы Российской Федерации. И те проблемы, те задачи, которые стоят, будут намечены на ближайшие 4 года. Раз в 4 года, да, съезд? Да, да. Ну, вот сейчас он в связи с вот этими всеми нашими пандемийными событиями, немножко он откладывался. Вот сейчас вроде бы... Ну, да встретиться никак нельзя было, друг другу в глаза посмотреть. Да, дай Бог, чтобы сейчас, как говорится, у нас эта обстановка позволила не сорвать, так скажем, а провести это. Очень важное мероприятие. Ну, я надеюсь, как бы вот хочется надеяться, может, если вы дадите согласие, что вот после этого съезда, может быть, мы встретимся в этой же студии, расскажете нашим жителям региона, что же там обсуждалось, как все прошло, да? Хорошо, да. Тем более, что впереди, впереди еще одно важное событие, 100-летие Тверского областного суда. Да, что интересно получается, у нас-то сейчас на съезде будет как раз, наверное, в какой-то степени отмечаться 100-летие Верховного суда Российской Федерации. А мы как бы следуем. А мы следуем в следующем году до 100-летия Тверского областного суда. Да, ну, считается оно в архивах год точно установлено образование, ну, уже в новой, скажем так, судебной системе. Это 1922-й. Вот. А по дате даже, вот если по точной дате хронологической, немножко тоже, да, вопрос такой чуть дискуссионный. Поэтому здесь мы, как те, у кого 29 февраля день рождения. А, ну да, да. Раз в 4 года. Хочешь 27-го, хочешь 28-го, хочешь 1-го. Да, 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 да. Это уже на усмотрение. Кстати, вы уже разрабатываете какую-то программу. Наверняка ветераны будут приглашаться, да? Да, ведь это же задействовано. Безусловно. А Тверской областной суд, по идее, это же выпускники, что называется, каждого района Тверской губернии. Ну, да. Все-таки, в основном-то, да, за счет коллег из судебной системы области. Ну, каждый может рассказать там много о своей истории. То есть это каждая история, это жизнь человеческая. Как вот вы сказали, ваша история, как вы пришли, это уже можно на очерк собрать великолепно. И так каждый человек, да, судья, это всегда профессия интересная. И человек, который вершит другие человеческие судьбы, должен сам обладать большим багажом. Вот, кстати, мы перешли к званию, я бы даже сказала, судьи. Вопрос о суде, кто, да? Многие сдаются, да, в Торе классику. Вы председатель экзаменационной комиссии, да, Тверской области по приему квалификационного экзамена на должность судей. Я просто знаю, общаясь с молодыми судьями, я знаю, насколько это тяжелый экзамен. Как люди готовятся, как переживают и что не все наверняка выдерживают, да? Вот, может быть, еще раз вот как-то приоткроете завесу, как становятся судьями? Вот, чтобы вот чисто... Ладно, там судьба привела, но ведь еще нужно сдать экзамен. Конечно. Ну, здесь для того, чтобы начать, так сказать, сдавать экзамен, прийти на экзамен, человек должен соответствовать тем требованиям, которые предъявляет закон кандидату на должность судья. И даже кандидату на сдачу экзаменов. А, то есть не каждый к экзамену допускается. Ну, это, безусловно, высшее юридическое образование, гражданин Российской Федерации, стаж не менее пяти лет по юридической профессии, возраст... По юридической профессии. Да. Не менее возраст, 25 лет, это для вот уровня судов, допустим. Существует на постоянной основе действительно экзаменационная комиссия в каждом субъекте по приему экзамена от кандидата на должность судья. Она имеет сайт. На сайте, там, в том числе, кроме состава комиссии, размещены общетеоритические вопросы. То есть, можно посмотреть... Вопросы, по которым будущий кандидат сдает экзамен. Да. Общетеоритические вопросы, которые касаются всех практически отраслей права. Вот. Ну, кроме этого, еще там практическое задание. Ну, то есть, билет содержит несколько, так сказать. Ну, как любой билет. Ну, как экзамен. Да. Экзаменационный билет. Билет, да? Совершенно верно, да. Но статистика показывает, что, как правило, бывает исключение, но, к сожалению, как правило, где-то, наверное, порядка 50% сдают экзамен. Да что вы. С первого раза, да. 50% с первого раза, значит, существует вторая попытка? Существует. А как вот сдают право на оброждение автомобиля? Только вторая попытка существует через полгода. А, через полгода. После неудачной первой, да. А третья может существовать? Может. То есть, человек может добиться своего? То есть, может добиться своего, готовиться. Причем такие случаи были, на моих глазах были. Люди, которые действительно, ну, приходили, может быть, немножко так, думаю, что это легко и просто. Готовились. И с третьей, даже с четвертой, я знаю, случаи попытки. Готовились профессиональными, хорошими, судя. Да? Да. Есть такое, да. Есть такое, да. То есть, сама реализация человека, это настолько интересный процесс. Ну, я, может быть, чуть здесь как бывший педагог говорю, но это очень тоже дорогого стоит, когда человек растет над собой. Это ценно, на мой взгляд. Ну, и тем более, смотрите, полгода, да, у него есть полгода, чтобы выучить, да, чтобы подучить. Это еще, ты же себе багаж знаний прибавляешь. Безусловно, да. Ну, и потом, и потом уже карьера, человек прошел экзамен, да? Да. И потом у него открывается дорога. У него открывается возможность претендовать на открывшуюся вакантную должность судьи. Судьи. Да. В каком районе, в каком, где, в своем же регионе, или, может быть, направлен в другой регионе? Нет, только в своем регионе. Только в том субъекте, где он сдал экзамен. Где сдал экзамен. Значит, мы говорим здесь о земле Верхневолжья. Хорошо. Это может быть вакансия и в Весегонском, допустим, районе, ну, где там вот по межрайонные суды. Это может быть и в Конаково, это может быть и в Твери. Это может быть мировой суд или городской суд. Это где открылось? Где открылось? Вот. У нас еще есть арбитражный суд. Значит, там отдельные билеты. Ну, состав комиссии. У нас комиссия экзаменационная общая. Но, как правило, там кандидатов у нас поменьше. И на базе арбитражного суда... Это отдельный экзамен, да? Да, то же самое сдается экзамен. Но у них отдельные билеты. Да, да. И это экзамен именно претендента на арбитражный суд. То есть, у нас такое разделение существует на арбитражный суд и на суд общей юрисдикции кандидатов. Если человек работал помощником судьи, если работал в канцелярии, набрался жизненного опыта, посмотрел, как тут все вокруг, как вертится, как что, как что с документами. Имеет право тоже, это считается работой, иметь высшее юридическое образование. Может быть, вот женщина, какая она, учится параллельно, да? И работает. Этим людям можно тоже претендовать на должность судьи? С момента получения высшего образования 5 лет. Стаж юридической работы именно. А у нас работа и секретаря, в том числе и судебного заседания, и тем более помощника, это стаж работы по юридической профессии. И массу примеров можно привести, когда из помощников, в том числе и областного суда, о чем я с удовольствием говорю, вырастали очень хорошие, квалифицированные судьи. Это замечательно. Я просто с многими людьми работала, которые в качестве помощников, и как-то, и часто давали мне интервью, я приезжала, потом, хоп, стали судьями. И толку, наверное, очень много от этого, потому что человек уже знает систему, знает, как работать, знает, что тонкости, как в каждой работе бывают. Вот мы заговорили о судьях, как становится. Но ведь каждый год проходит у нас коллегия, ну, как и в любом правоохранительном органе, в том числе, по подведению итогов. Есть. Выбираются лучшие, да? Да. Как я знаю, в УФСИН очень часто на коллегии одной из лучших колоний из года в год становится наша пятерочка женской исправительной колонии. И уже как-то к этому привыкли. Здесь у вас меняются лучшие, по каким показателям, и что, какой стимул у коллектива суда становиться таким лучшим? Может быть, ГТА нам этого не нужно? Да, почему? Во-первых, ну, профессиональные, скажем так, показатели, ну, это всегда, наверное, предмет гордости для нормального человека, если они хорошие. Вот. Основные критерии, понятно, это качество рассмотрения дел, соблюдение установленных законом сроков рассмотрения дел. Вот. Все складывается по крупицам из деятельности каждого судьи, суда, вот, и в общий результат, безусловно. Безусловно, так скажем, очень такая материя тонкая, вот, оценок. Поэтому вот мы в совокупности многие вещи смотрим. Существует у нас специальная комиссия, которую вот и статистику потом анализируем, смотрим. С 10-го года, вот, была введена у нас переходящая статуя богиня Фемида. А, помнится, да, вручали переходящие, то ли себе нельзя себе навсегда поставить в уголок кабинет. Нет, она в каждом суде, который первое место занял. На входе там вот такой вот стенд, да, красивый очень. Это фойе, табличка, что это суд, который, вот, допустим, по итогам прошлого года мы подвели итоги. У нас Беженский межрайонный суд завоевал право у себя хранить статую богини Фемиды. Смотрите, да, межрайонный суд, вроде бы, далеко от областной столицы. Здорово. Показатели. То есть это объективно то, что сейчас сложилось. Второе место занял у нас Московский районный суд города Твери по итогам 21-го года. Третье место не присуждали. Не присуждалось? Да. Приняли такое решение, да. Всего ряда факторов комиссия пришла к такому выводу. А среди малосоставных судов Старицкий районный суд занял первое место по показателям, да. То есть там еще есть такая категория, как малосостав. Да. Ну, суды есть большие. Ну, да, да, да. Здесь уже по количеству населения, которое проживает. И по количеству работников, да. Ну, судей в этом суде. Кроме этого, мы всегда по итогам года определяем лучших по профессии. То есть это вот суды. А есть еще лучший цивилист, предположим, в районном суде. Лучший цивилист мировой судья. Лучший криминалист. Да. Да, в районном. Ну, и с уровня областного, в общем-то, тоже. А, ну, надо же. Точно так, лучший административист и лучший судья, рассматривающий дела по кодексу административных правонарушений. И эта категория людей у нас тоже поощряется, безусловно, в том числе и диплом. Мы выдаем лучший. Естественно, это кроме морального стимула, там по ряду позиций есть еще и учитывается при премировании. Премирование, да, с денежку получают. Безусловно. Как и лучше всего. Великое дело, конечно. Да, поэтому здесь... Никому не помешает. Так скажем, принципы вот такого, ну, может быть, это сегодня для многих и непонятно будет, социалистического соревнования. Да, многие, наверное, не понимают, что это такое. Хотя это очень стимулировало всегда. Безусловно, да. Да, и там переходящие вымпелы, помните, да, такие доска почета обязательно. Да, да, да. Это всегда стимулировало. Поэтому вот таким образом. А вот, Михаил Петрович, а вот если, если я хотела сказать, человек, если вот суд, как вы здесь, как человека, вот не дотягивает, вот что-то, вот как пожурить? Вот как пожурить? На этих же коллегиях, да? Вот список лучших, список отставящих, чтобы слушали, чтобы было... Нет, ну, безусловно, анализируется работа. Это ж не сама цель определить лучших. Наша задача состоит в том, чтобы мы достойно, качественно выполняли ту функцию, которая возложена на нас государством и обществом. Это правильное, законное осуществление правосудия. И в первую очередь, главный ориентир для нас в этом, это та практика, которая культивируется и которая формируется Верховным судом Российской Федерации. По всем категориям дел, по всем видам судопроизводства. В этом главная задача состоит. Потому что, ну, наверное, мы с вами прекрасно понимаем, что разрешение споров между гражданами, это гражданский процесс. По-любому, 50% участников, это как минимум, будут результатом недовольны. Недовольны, да. Это тоже вопрос, две стороны, кто-то проиграл, кто-то выиграл, кто-то оказался прав, кто-то нет. Уголовный процесс тоже, понятно, это конфликт между личностью, скажем так, и государством и обществом. Ну, категории преступления, мы знаем, с вами разные, но, тем не менее, принцип, наверное, общий в этом. Это то, что человек не желает жить под тем требованиям, которые к нему предъявляет государство и общество. И, соответственно, соответствующая санкция по тому составу, который определенно в законе прописан. Тоже кто-то недоволен, а вдруг оправдательный приговор. Сторона обвинения тоже переживает. Ну, тут уже вопрос, как говорится, тоже вот такого конфликта, который тоже надо разрешать судье. И от того, как правильно, ну, я о других видах судопроизводства не говорю. Если мы возьмем статистику, предположим, ну, я не буду цифры, так сказать, конкретные приводить. Что касается цифр по административному судопроизводству, когда спорят гражданин и должностного лицу, либо органы власти. К сожалению, более 50% таких административных исков удовлетворяется. Удовлетворяется. Это о чем говорит? О том, что здесь идет судебный контроль за действиями другой ветви власти, скажем так, исполнительной, либо муниципальной. Это происходит, корректировка тоже этих правоотношений. Да, понятно, что суд не может стоять в стороне. Вы непосредственно, внутри жизни идет контроль и какое-то решение с точки зрения закона относительно той же самой комфортной и законной жизни того же конкретного человека. Безусловно. Кстати, является ли решение апелляционной инстанции, высшей апелляционной инстанции, подтверждающей решение, допустим, областного или районного суда, победой того или иного судья? То, что, допустим, первый апелляционный суд Москвы утвердил решение, приговор областном. Оставил без изменений. Это говорит о том, что все правильно. О качестве работы. О качестве работы говорит, да? Да. Не случайно мы ждем вот так вот с нетерпением, что же решит. Безусловно, но по резонансным делам, наверное, вы это имеете в виду, то, что действительно происходило. Безусловно, это тоже вопрос оценки качества работы наших судей, наших коллег. Кстати, спасибо судим, честно говорят или жалобы пишут? Вы знаете, мы же не за спасибо работаем. Ну, сразу приятно. Мы приятно по-человечески. Ну, если так, по фактам, очень разные бывают обращения, внепроцессуальные, как их можно назвать. Бывает, просто даже пишут, там, допустим, председатель Тверского областного суда. Прошу вас, значит, объявить благодарность или я очень благодарен там такому-то судье за то, что он разобрался. Вот такое справедливо. Но, безусловно, это, ну, как эмоциональная оценка стороны по делу. Ну, а с другой стороны, человек, который рядовой, который далек от судебной системы, для него это нормально? Конечно. А с другой стороны, может написать жалобу человек, тоже непроцессуальную, и говорить о том, что судья не разобрался, он не вник в мои проблемы. То есть, здесь вопрос законности, это не оценка эмоциональная. Это немножко другие вещи, которые, в общем-то, скажем так, в порядке судебного контроля осуществляются за деятельностью ниже стоящего суда. Для нас это показатели, которые осуществляют нашу работу. Да, вы знаете, а часто вот люди, некоторые не понимают этого. Для них кажется, что вот рассказали, где-то они прочитали, тут, мол, все ясно, и зачем нам суд? Вот этот виноват, этот все, надо на полную катушку его наказать, да? Не разбираясь. И поэтому, когда судья выносит решение, возникают вопросы, а почему, а как, а то, что вы ограничены законными требованиями, вы должны каждое слово взвесить, это некоторые, к сожалению, это и не понимают. Ну, вы знаете, как говорят, у нас лечить, учить и судить умеют все. Оно так и есть. К сожалению, да. Ваше взаимодействие с другими правоохранительными структурами, потому что прежде чем довести дело до суда, когда оно к вам приходит, обвинительное заключение прокурор, да, у нас подписывает. Ну, сначала предварительное следствие, да. Следствие идет, либо следствие МВД, либо следствие Следственного комитета, уголовный розыск срабатывает. Это целая машина, да. Как взаимодействуете, общаетесь ли, обсуждаете ли общие какие-то наболевшие вопросы? Ну, у нас задача немножко другая. У нас задача как раз, скажем так, по тем материалам, ну, если вы имеете в виду здесь в первую очередь уголовное дело, ведь. Задача суда правильно разрешить то уголовное дело, которое поступило из органов предварительного следствия, и обвинительное заключение утверждено прокурором. Поэтому здесь только закон соблюдения материального и процессуального права является америлом и критерием нашего взаимодействия с органами предварительного следствия, ну, и с прокурором со стороны государственного обвинения. С другой стороны, точно так, подсудимый, который имеет свои права в этом, как я с вами говорил, состязательность процесса. И, безусловно, этот баланс интересов суд должен быть над этим конфликтом. В этом задача судебной системы. Если в уголовном процессе говорить, ну, эти же принципы, они заложены, в общем-то, и в гражданском процессе состязательность сторон, и каждая доказывает то, те основания, или те доводы приводит и указывает те обстоятельства, которые ссылаются как на основании своих требований, либо возражений. Это статья 56 ГПК. Тот же принцип доказанности-недоказанности у нас в административном направлении, с нюансами возложения, распределения только времени доказывания, больше на сторону административного ответчика. Он доказывает законы своих действий, постановленных актов. Ну, КОАП там, понятно, тоже невиновность. Это я помню, Михаил Сергеевич, вот за этим, как раз вот столом в этой студии, мы два или три раза собирались, когда собирались судоприсяжных в районах, в городских судах, вот то же самое, вот обсуждали и говорили, что же будет, да это же театр, да кто кого, да и как, да интересно. Ну, вообще оправдала себя система? Ну, она работает. Еще, наверное, рано говорить, а как оправдала? И самое главное, чтобы она работала, что такое оправдала, да? Она работает, да. Со своими, как говорится, проблемами, вопросами, сдержками, но она работает на сегодня. Посмотрим, что практика скажет дальше. Ну, если человека приглашают в суд в качестве присяжного заседателя, просто, может быть, обратиться к людям, что не надо игнорировать такое приглашение, да? Это ведь тоже гражданский дом? Ну, безусловно, безусловно. Если нет противопоказаний к участию... Да, да. Да, мы объясняли, кто, что может, кто не может. Да, да, здесь, безусловно, надо говорить о том, что фактически это участие в нормализации, в оздоровлении жизни общества, скажем так. Этот вклад гражданский действительно очень весомый и большой, на первый взгляд, вроде бы, ну, а ведь нет. Из крупиц складывается большой, а это очень весомая и важная крупица, безусловно. Мы уже упоминали, когда говорили о том, что впереди столетие, о том, что много ветеранов, много кто прошел у вас высшую, скажем так, судебную школу и работал в районах и городских областных, областном суде. Есть ветеранская организация, да, как поддерживаете взаимоотношения? Вы знаете, у нас, ну, структура, так скажем, немножко в этом плане, наверное, другая. У нас существуют органы судейского сообщества, в частности, Совет Судей. Да, вы как раз, Борис Самулович, приходилось и подробно говорили об этом. Борис Самулович у нас его возглавляет. Вот в этом году у нас прошла отчетная, не выборная, а отчетная конференция. Органы судейского сообщества отчитались о своей работе. Борис Самулович о работе Совета Судей, Валерий Алексеевич Светков о работе Квалификационной коллегии Судей, ваш покорный слуга о работе экзаменационной комиссии за отчетный период. Вот, и координация работы с ветеранами, это Совет Судей, прежде всего. А, это Совет Судей. Ну, я секрет не открою, он не секрет. Я, честно говоря, планирую наших ветеранов, вот, где-то, когда дачный сезон закончится, в сентябре-октябре пригласить представиться. А, ну да, 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 официально. Большинство из них, да, большинство из них, ну, знакомы, мы многих, с многими уже из тех, которые сейчас, как говорится, наши ветераны областного суда работают, замечательные люди. Дорогого стоит и общение, и зачастую мы хотим такие вот формы, их участие, вот, ну, безусловно, в столетии, в праздновании столетия, это да. Да, вот, стараемся приглашать их на мероприятия, которые у нас бывают. Но, в основном-то, у нас содержание работы не предполагает особой публичности. Хотя процессы открытые, ну, я... Ну, скажем так, относительно. Да, да, да. А вот наставничество, оно важно, вот, молодой суд, вот, только поговорили о молодых судьях, да, ему важно, чтобы, не то, что вот над ним вот так вот учил, да, ветеран, да, ну, чтобы какой-то совет, чтобы как-то случить разное. Ну, это, безусловно, как сформулировать правильно. Но, когда приходит в коллектив любой молодой судья, вот, в районный суд, допустим, ну, в областной суд у нас приходят уже люди, которые с опытом, и которые знают, что им делать, как им делать, и зачем им делать. Да, они новички в профессии далеко. Да, поэтому в областном суде тут немножко другое. Вот, а в районный суд, когда приходят, безусловно, как правило, вот, и никогда, насколько вот я знаю, фактов не было, чтобы опытный судья отказал молодому суде, ну, в вопросах каких-то консультационных, посоветоваться, допустим, посмотреть правоприменение, здесь увидеть, определить правоотношения. Не знаю таких фактов, и слава богу, что их имеют. А у нас, понимаете, у нас даже вот приходят, в чем, допустим, хороша апелляционная инстанция, то, что сейчас вот вторая, скажем так, осуществляющаяся судебный контроль за решениями суда первой инстанции. Ну, для мировушек это районный суд. Для районных областной. А для районных областной. Практически все апелляционные жалобы, но есть исключения по частным, когда единолично судья рассматривает, а здесь все рассматриваются коллегиально. То есть вот тройка судей, председательствующих, два судей. У меня на докладе, допустим, дело, у вас на докладе дело, у председательствующего. Но мы с вами по-любому, когда докладчик доложил, мы его обсуждаем. И здесь вот такой триумбират, скажем. Безусловно, это уже каждого доставляет и обучаться, и готовиться, и, соответственно, качественно выполнять свою работу. Здесь другое по содержанию, скажем так, консультационных взаимодействий с коллегами. Да, кстати, вы упомянули сейчас, вот мы говорили относительно ветеранов, когда дачный период закончится. Вы не дачник, нет? Да, у меня здесь нет ни недвижимости, ни дачи, ни иного какого-то недвижимого имущества. Как-то про другие врачи, среди законом, да? Нет, ну просто, честно говоря, я свою работу выполняю, я служу нашему субъекту, который за эти годы, безусловно, уже стал своим родным, знакомым, как хотите назвать. Но увлечение, к чему больше душа лежит, я к тому. Ну, из природы это, безусловно, а то, что здесь такие благословенные места в Тверской области, это тут, я думаю, даже спорить никто не будет, кто эту землю знает и узнал, познакомился, кто с ней. Из увлечений охота. Охота. Да. Отлично. Мне кажется, что наши телезрители вот очень много от вас сегодня узнали, буквально, эфир подходит к концу, несколько слов советов, совет жителям региона ваш. Совет жителям региона? Житейский. Ну, самый простой совет житейский, если говорить о спорах, может быть, я скажу даже не как председатель, а просто по-человечески, что хорошая есть пословица, худой мир лучше доброй войны. На сегодня вот институты, ну, опять я, может быть, ближе к гражданскому праву говорю, потому что там, где совершено то деяние, которое не должно быть совершено, там уже не до мира, как правило. А если говорить о гражданском процессе, то да, зачастую можно найти компромисс сторонам и решить спор с учетом позиций и положений, обстоятельств, которые приводит иная сторона. Сейчас уже и медиарция, и попытка создания, я пока так говорю, потому что, ну, у нас не очень-то идет этот институт судебных примирителей, но и всегда существовавшее право сторонное заключение мирового соглашения в гражданском процессе. Всего-то два условия. Не должно противоречить закону и не нарушать права, законные интересы третьих лиц. Все. Смотрите, думайте, миритесь. Если вот чуть-чуть к этой же теме, если позволите, если не позволяет, свое впечатление, вот когда я в 2010 году приехал, ну, может, чуть все-таки менталитет региона, ну, разница отличается, да. Мне было тогда удивительно определенные категории споров, которые в гражданском процессе были, когда сын судится с матерью за наследство, либо брат с сестрой бьются насмерть за клочок земли. Вот мне были удивительны эти споры. Мир, наверное, в этом случае нельзя худым назвать. А доброй войны никогда не будет. Мир всегда нам это добро. Поэтому вот такой совет. Спасибо огромное. Спасибо вам, Леонид Владимировна. Вот мне понравилось, что, как вы сказали, уважаемые жители Верхневужья, смотрите, думайте, миритесь, как сказал мой гость, Михаил Петрович Золин, председатель Тверского областного суда. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова